Подозреваемого в ГОСИЗМе непомощника Палпреда поместили в Лефортово. Подозреваемого в ГОСИЗМе непомощника Палпреда поместили в Лефортово. 12.20 РИА-Новости. Алексей Филиппов. Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019 года. РИА-Новости. Алексей Филиппов. Москва. 6 июля РИА-Новости. Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора Лефортова, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, Воробьев сидит пока один. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции, сказал Мельников. Он добавил, что старый телевизор в камере не работает, потому что не может принимать цифровой сигнал. По словам Мельникова, Воробьеву выдали книгу Вадима Денисова «Герой нашего племени». Он с некоторым возмущением заметил, что в ней говорится о развале России, рассказал собеседник агентства. Вчера, 17.34. Юрист прокомментировал арест помощника Уральского полпреду. Он также отметил, что Воробьеву, несмотря на позднее время прибытия в СИЗО, принесли ужин, картофельное пюре и рыбу. На питание арестант не жалуется, но заявил, что по состоянию здоровья нуждается в дробном питании, сказал Мельников, добавив, что он рекомендовала взять на контроль состояние здоровья арестованного и вывести его на прием к медику для назначения необходимой диеты и препаратов. Как сообщало ФСБ, Воробьева задержали 4 июля. Что именно ему вменяется, пока не уточняется. На следующий день Лефартовский суд санкционировал его арест. Воробьев останется под стражей до 4 сентября. Защита намерена обжаловать это решение. Судебное заседание, за исключением начала процесса, проходило в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия, а подозреваемый находился в клетке в маске. По статье «Государственная измена» ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. 5 июня, 1747 ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене Воробьев. Родился 30 апреля 1980 года. Окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум и Московский психолого-социальный институт, а также National School of Public Administration в Варшаве. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области. С января 2018 управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода, когда тот стал полпредом в УФА, занял должность его помощника. Решение об увольнении Воробьева с этой должности пока не принято. Как заявил РИА Новости заместитель полпреда в УФА Борис Кириллов, Николай Цуканов решит этот вопрос в понедельник.